Многие сталкивались с необходимостью перевезти алкоголь во время путешествия на самолеты. Его берут близким и знакомым как презент, выполненный заказ или для себя. Некоторые пассажиры предпочитают проносить горячительное в салон, чтобы выпить для храбрости или отметить отпуск. Чтобы избежать различные инциденты, на каждой авиалинии введены ограничительные нормы и запреты на провоз некоторой продукции. Осведомленность о том, можно ли в самолеты провозить алкоголь и какие предъявляются для этого требования, поможет избежать недоразумений с работниками авиакомпании и службами аэропорта. Данную информацию можно найти на веб-сайте авиаперевозчика. При отсутствии полного запрета, совершеннолетние лица могут перевозить горячительные напитки в своем багаже, принимая во внимание установленные авиаперевозчиком нормы. При этом суммируется весь перевозимый алкоголь, включая приобретенный в дате фри. Допустимый объем перевозимого алкоголя ограничен также весом багажа, применимого к выбранному тарифу. Важно! В некоторых странах человек считается совершеннолетним только с 21 года. Общие нормы на провоз спиртного в багаже самолета – менее 24% содержания спирта – не ограничено, от 24% до 70% содержания спирта – до 5 литров на человека. Более 70% содержания спирта – перевозка запрещена. Перечисленные нормы применимы для перевозки спиртного в авиалайнере. Эти нормы действуют во время внутреннего рейса, например, когда осуществляется провоз алкоголя в самолеты по России. Если выполняется международный авиаперелет, нужно руководствоваться и таможенными нормами. Когда в стране вылета или прилета таможенными нормами установлены более жесткие рамки, необходимо их придерживаться. Перед сдачей тары с алкогольными напитками в багажное отделение, следует позаботиться о сохранении ее целостности во время перелета. Для этого необходимо упаковать бутылки полиэтиленовой пузырчатой пленкой. Чтобы точно исключить разбивание стекла, каждую бутылку следует обернуть по отдельности. Что можно провозить в багаже в самолеты можно также проложить между ними свои мягкие вещи. Этих простых мер может быть достаточно, чтобы провести 2-3 емкости. Во всех случаях при сдаче багажа со стеклянной тарой внутри рекомендуется оформить его как хрупкий «стекло». Важно, перевозимые спиртные напитки должны быть в оригинальной, нераспечатанной упаковке. Можно ли провозить мед в ручной кладе в самолеты? Можно ли провозить алкоголь в ручной кладе? Зависит от рейса, авиаперевозчика и законодательства стран. Например, в России пассажиров могут пускать с алкоголем на борт, если предусмотрено правилами авиалинии. Так, авиакомпания S7 не разрешает проносить с собой алкоголь, а «Аэрофлот» позволяет. В США нет запрета при условии, что спиртное было приобретено в дате фри на территории Америки. Обычно, в ручной кладе могут проноситься неопасные жидкости в пределах 1 литра на пассажирское место. Они должны быть в новых оригинальных закрытых емкостях, вместимостью до 100 мл, запакованные в прозрачный пакет, общим объемом до 1 литра, 1 пакет на пассажира. Если 2 или более человек летят вместе, проносимые ими жидкости не суммируются. Важно, необходимо, чтобы объем тары, а не ее содержимого, был менее 100 мл. Спиртные напитки в емкостях более 100 мл проносить запрещено, даже если емкость заполнена не полностью. Некоторыми авиакомпаниями запрещено употреблять на борту алкоголь, пронесенный с собой в самолет. Аэрофлот их немедленно конфискует, если пассажир начнет употреблять спиртное во время рейса. В то же время компания разрешает заказывать напитки в самолеты по меню. Можно ли провозить ноутбук в ручной кладе в самолеты вылетающие на международном рейсе имеют возможность до вылета купить напитки, в том числе спиртсодержащие, в дате фри, дьюти фри, принимая во внимание таможенные требования. Напитки из дате фри разрешено брать в салон, даже если их емкости более 100 мл и после этого будет перевес с ручной клади. Важно, для провоза алкоголя из дате фри в салоне самолета бутылки должны быть упакованы и запечатаны в пакет с фирменной маркировкой магазина. Необходимо сохранять чек и целостность таких пакетов до прибытия в конечный аэропорт назначения, в том числе, во время пересадок. Если международный рейс совершается с пересадками, следует предварительно узнать таможенные ограничения третьей страны и авиакомпании, если меняется. Лучше не покупать спиртное в дате фри в начале пути за пределами шенгенской зоны, если предполагается стыковка в одной из стран Евросоюза, так как В ходе таможенного контроля от пассажира может потребоваться переложить приобретенные спиртные напитки в багаж. Если совершается недорогой авиарейс или билет приобретен по акции, следует заранее узнать правила провоза ручной клади и покупок из дате фри авиаперевозчика. Например, на международных рейсах авиакомпании «Победа» при посадке требуется оплата за пронос пакетов из дьюти-фри. Импорт алкогольных напитков в Россию. Лица законного возраста имеют право ввозить на территорию РФ от 3 до 5 литров спиртных напитков. Основным условием является заводская упаковка и маркировка. Этот лимит установлен для всех видов спиртного в личном багаже, в том числе из дате фри. Беспошлинно можно ввести в Россию до 3 литров алкоголя. Это ограничение относится к чистому спирту и разным видам спиртсодержащих напитков, водка, пиво, шампанское и т.д. Максимально допустимые 2 литра сверх установленного лимита облагаются пошлиной по 10 евро за литр. Алкоголь, который был не задекларирован, подлежит конфискации, с нарушителя взымается штраф, размер которого может превышать стоимость конфискованных напитков в 2 раза. Полезная информация. Если по каким-либо причинам путешественник не имеет возможности оплатить пошлину за алкоголь, он может оставить его на платное хранение. Импорт алкоголя в Евросоюз, ЕС. При въезде в страны Евросоюза из пунктов, не входящих в зону ЕС, пассажиры могут свободно без оплаты пошлины других платежей в бюджет, импортировать алкоголь для некоммерческих целей, 1 литр спиртсодержащих напитков с концентрацией спирта до 22%, 2 литра спиртсодержащих напитков с концентрацией спирта до 22%, 4 литра вина, 16 литров пива. Таможенные правила могут отличаться в отдельных странах Евросоюза. Импорт спиртных напитков в Соединенные Штаты Америки, США. Путешественники, которым 21 год и более, имеют право бесплатно импортировать в США 1 литр алкоголя. Лица, прибывающие из Виргинских островов или других стран Карибского бассейна, могут провозить большее количество. Спиртные напитки, провозимые сверхустановленной нормы, облагаются пошлиной и федеральными акцизами, которые будут оцениваться и собираться в аэропорту прибытия. Максимальное количество спиртного на человека, если он импортируется для личных целей, не ограничен. При ввозе слишком большого количества работники таможни могут предположить, что импорт предназначен в коммерческих целях, и потребовать от импортера получить лицензию. Если вывозить в США спиртные напитки, приобретенные в дате фри, придется заплатить оплатить пошлину и федеральный акцизный налог. Важно, если в штате прибытия применяются более строгие правила, то придерживаются их. Как провести алкоголь на Мальдивы, Малдивес. На Мальдивах алкогольные напитки по религиозным соображениям запрещены. Для туристов сделаны небольшие послабления, но они не применяются к таможенным правилам. Туристов перед поездкой интересует, как провести алкоголь на Мальдивы и какие в 2018 году применяются ограничения. Важно, легальный импорт алкоголя в эту страну, по-прежнему, запрещен. Граждане других стран, приезжающие на Мальдивы, имеют возможность покупать спиртные напитки на курортах, в барах и ресторанах отеля, но не имеют права их импортировать или экспортировать. В аэропорту Мальдив весь багаж туристов после прилета подлежит тщательному досмотру. При этом все емкости с жидкостями проверяют на запах. Любое привезенное спиртное подлежит конфискации сотрудниками таможни. Вероятно, туристу придется оплатить штраф до 500 американских долларов. Важно, если турист предпринимает попытки незаконно ввести алкоголь на Мальдивы, то автоматически становится преступником, контрабандистом, и может быть заключен в тюремную камеру. Импорт алкоголя в Объединенные Арабские Эмираты, ОАЭ. ОАЭ применяет строгие законы об импорте и распитии спиртного в общественных местах. Лицо, не исповедующее ислам, имеет возможность импортировать для потребления до 4 литров спиртного напитка или одну коробку, 24 банки пива. Лимит на беспошлиный импорт алкоголя в каждом из Эмиратов имеет свои ограничения. В Дубае – 4 листов алкогольных напитков или 2 блока пива. В Абу-Даби и Фуджейру – 4 листов любых алкогольных напитков. В Шарджу – 2 листа алкогольных напитков и 1 упаковку пива. Сколько спиртного можно ввозить в Таиланд самолетом? В Таиланде очень строгие требования к импорту алкоголя. Нарушителям грозит штраф, а возможно и тюремное заключение. Беспошлино разрешено завозить максимум 1 литр алкоголя на посадочное место. Если эта норма превышена, спиртные напитки подлежат конфискации, а с пассажиров взымается штраф приблизительно 1000 американских долларов. На многих туристических порталах опубликованы советы опытных путешественников о том, как завести алкоголь в Таиланд сверх установленного лимита. Они аргументируют это слабым контролем содержимого багажа на таможне во время их неоднократных поездок в эту страну. Но отсутствие должного контроля в предыдущие поездки не гарантирует, что не будет хорошей проверки в другой раз. Импорт алкоголя в Турцию. С прилетающих в Турцию не взымается налог на импорт 1 литра или 1 бутылки крепкого спиртного напитка или 2 бутылок вина по 750 мл для путешественников от 18 лет и более. Алкоголь сверх беспошлинного лимита будет отправлен в хранилище при аэропорте. Его можно вернуть во время отъезда из страны в течение следующих трех месяцев после оплаты хранения. Обратите внимание. Возврат алкоголя возможен, если аэропорт прибытия и вылета один и тот же. Импорт алкоголя в Египет. На импорт алкоголя в страну строгие ограничения. Лицам, достигшим 21 года, египетские правила таможни разрешают бесплатный импорт до 1 литра крепких спиртных напитков и до 2 литров пива. Допускается привозить в большем количестве, но на излишки нужно заполнить декларацию, оплатить налог – 3% и акциз – 100%. Нарушителей этих правил ждет штраф в размере до 3000 раз больше стоимости напитка. Импорт алкоголя в Тунис. Обратите внимание. В Тунис допускается бесплатно импортировать 1 литр крепкого алкоголя – более 25% и 2 литра вина или ликера – менее 25%. Сотрудники таможенной службы аэропорта Туниса следят за этим очень тщательно. В правилах въезда в Тунис есть особый момент – там не прописано возрастное ограничение для ввоза алкоголя. Теоретически, это означает, что в рамках беспошлиного лимита алкоголь в страну может привезти даже ребенок. Но не стоит рисковать, поскольку на различных туристических порталах опубликованы жалобы туристов на бесцеремонную конфискацию у них спиртных напитков сотрудниками таможни Туниса. Как видно из вышесказанного ограничения на перевозку алкоголя в авиации зависят от нескольких факторов – возраста пассажира, правил авиакомпании, таможенных требований государства, а также концентрации спирта в напитках и вида алкогольной продукции. Перед предстоящим рейсом лучше заранее узнать правила провоза спиртного своего авиаперевозчика, таможенные требования стран прибытия и отправления, а также третьих стран, если предстоит пересадка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова